Извечную проблему безопасности на дорогах подняли жители Нижнекамска на бескрайних просторах интернета. Горожане жалуются, что саморегулируемый светофор, расположенный в новых районах, не справляется со своей задачей, тем самым причиняя немало хлопот. Сил нет уже терпеть. При переходе большой дороги по утрам в 5.30 в 6.00 никогда не работает светофор. Светофор в этом месте саморегулируемый. В 6 утра очень много людей идут на работу. Химики, шинники, работники детского сада. Машины несутся, не останавливаются, а светофор начинает работать только после 8 часов. Как такое может быть? А днем, когда этот светофор начинает работать, до его кнопки не дотянуться, так как там целая куча замерзшей грязи. В департаменте благоустройства нам пояснили, что данный светофорный объект полностью исправен и соответствует всем требованиям в области обеспечения безопасности дорожного движения. В качестве решения проблемы активные пользователи социальных сетей предложили возвести на проблемном участке дороги надземный пешеходный переход. Тогда, по мнению авторов поста, что называется и овцы, будут целы и волки сыты. Однако и в этом вопросе горожанам к единому мнению прийти так и не удалось. Но можно же на данном участке надземный переход сделать? После на данном участке не нужен будет светофор. Машины сами по себе без задержек будут ездить и люди в безопасности будут переходить этот участок. Надземные и подземные переходы – это полный бред. Для маломобильных граждан нужен будет лифт. Надземные и подземные переходы – не по-нижникамски. Что понять, как работают светофоры и как оценивают удобство их эксплуатации сами нижникамцы, наша съемочная группа побывала в разных частях города. Затрагивая вопрос удобства установки и надлежащей работы саморегулируемых светофоров на оживленных магистралях Нижникамска, мнения горожан, впрочем, как и мнения пользователей социальных сетей, разделились. Очень неудобно. Не знаю, раньше светофоры же на других старых, они же лучше как-то работают. В принципе, удобно, но бывает не срабатывают временами. И так вполне нормально. Очень хорошо. На 100%. Очень удобная вещь. Удобные штуки, я так читаю. Так что, когда народ скапливается, тут же нажимаем и вроде проходим. Ну, для водителей, может быть, это неудобно, но для пешеходов, просто неудобно. Иногда долго приходится ждать. Вот эти кнопки, они вообще работают, интересно, нет? Да мне тоже работают. Ну, потому что иногда стоишь тут по минуты 3-4-5. В принципе, нормально, только вот иногда машины проезжают на зеленый свет. Вот это вообще ненормально. И никто не следит за этим. Водители проезжают на красный, бывает прям вот просто прохожу и просто машина вот рядом со мной так проезжает. Это наносит большую, как бы, опасность. Если честно, это очень удобно. Потому что люди оттуда не открыт, и минут просто 5 стоят на светофоре. А люди еще ждут, пока все перейдут. Это очень удобно. Кнопки вообще не работают. Зачем их поставили? Либо для галочки, чтобы все это было. Но светофоры вот именно здесь очень ужасные. Приходится долго иногда ждать. Не всегда срабатывает. Почему-то вот на кнопку нажимаешь, не всегда срабатывает. Как поселив ГИБДД, наиболее оживленные дороги города были оборудованы светофорными объектами с кнопкой в первую очередь для безопасного передвижения и удобства самих пешеходов. Светофор постоянно включен на зеленый сигнал. Так что автомобили в этом месте не останавливаются и проезжают свободно. Но если с одной из сторон перехода кто-то захочет перейти дорогу, он нажимает на кнопку. И тогда для автомобилей включается красный свет, а для пешехода зеленый. И зеленый будет гореть, чтобы пешеход перешел через дорогу. После этого светофор переключается на прежний режим. Однако, если сразу же после того, как пешеходы уже перешли на другую сторону улицы, и для автомобилей загорелся зеленый свет, снова нажать кнопку она не сработает. Должно пройти некоторое время. Катерина Кароленко, Лисан Саитова, НМЕДИЯ